Хай, Рекис! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Меня зовут Рустам Нуреев. Я администратор башкирской Википедии, создатель, основатель онлайн-вики-школы. Сегодня у нас первое занятие за счет гранта главы Республики Вашкорстан при поддержке фонда содействия гражданскому обществу. Мы выиграли грант, и за счет этого гранта у нас будет шесть групп заниматься вводным курсом, который написали ребята из некоммерческого партнерства вики-медиа.ру. В прошлом году, где-то год тому назад издали. Один из авторов сегодня у нас будет также читать лекцию Дмитрий Жуков, член вики-медиа, некоммерческого партнерства вики-медиа.ру. Он у нас из Ростова-на-Дону, да, Дима? Да, Дима. Один из авторов. Я впервые-то полностью прочитал это пособие. Вот его, он вот так выглядит. Вводный курс. Что-то наоборот показывает, да? Зеркальный, что-то настройка такая. Ну ладно, я потом покажу, где лежит этот курс. Он открытый, можно его скачать на основании этого курса. А что я? Сразу пойду и буду показывать. Значит так, лекцию читать мы будем на русском языке. Почему? Потому что у нас конспекты на русском языке, на башкирский еще не переведен. С другой стороны, Дима не знает башкирского языка. В-третьих, у нас были записавшиеся из Якутии, из Казахстана, из Москвы. Но пока я их здесь среди нас не вижу. Я это пособие прочитал полностью в октябре и сразу решил, что очень хорошо изложено на базе этого учебного пособия сделать, организовать онлайн-вики-школу. Я сейчас вам покажу. Так, а что, где это он у меня? А, не там, вот сюда надо переходить. Вот так, 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 так. Стоп. Онлайн-вики-школа. Вот, в этой онлайн-вики-школы есть ресурсы коллег. Я, вообще-то, ссылку вам давал. Вот, на онлайн-вики-школу в ресурсы коллег. Вот, есть первая, основная рекомендуемая литература. Козловский, Жуков, Медейко, Абарников, Кербаш, Википедия, вводный курс. Вот, можно сюда на ссылку нажать и скачать этот файл под эйсовский. Вот так зайти. Вот, нажав вот сюда, потом загрузить вот отсюда. И пользоваться настоятельно рекомендую. В письме, по-моему, я тоже давал вот этот адрес, да, скачать учебные пособия. Кроме этого, оказывается, я недавно узнал, то ли в начале февраля, что еще и межфакультетный курс МГУ, введение в Википедию. В принципе, я несколько лекций у них прослушал, тоже на основе этого учебника, но у них курс на 40 часов рассчитанный, более побогаче информация. Все лекции записаны, можно прослушать. Вот, по времени тут расписано. Можно прослушать. То, что касается вот онлайн Вики-школы. Значит, наш курс рассчитан на 20 часов. Из них 10 часов лекция и 10 часов практических занятий. Каждое лекционное занятие мы дадим задание. Первое сегодня задание – это создать учетную запись, настроить и обязательно в учетной записи сделать, поставить вот такой шаблончик. И отсюда мы будем видеть, если шаблон на учетную, на личную страницу поставить, она будет видно. Попадете в список слушателей курса. Вот я себе для примера поставил на личную страницу. Вот такой шаблончик появится, что это слушатель первой группы. А потом я увижу вас всех через категорию, категорию. Вот здесь вот я его сейчас создам, вот эту категорию. Онлайн. Вот таким образом мы будем друг друга следить, видеть, кто что делает, помогать, помогать друг другу. И прослушиваем курс. Кто прослушает курс лекционный и выполнит все наши задания, в конце получит Аула Берся электронный сертификат. Мы там посмотрим и дадим сертификат. Что еще? Записаться-то записались очень много. Сегодня 17 человек присутствует. Запись идет. Можно будет прослушать. Пригласите. Места еще в зале есть. Зал у нас на 100 человек рассчитан. Так что welcome. Rahimete. Добро пожаловать. Сегодня первая лекция. Лекцию читает автор учебника Дмитрий Жуков. Тоже авторитетный наш уважаемый википедист в России. В российском, международном даже масштабе. Пожалуйста, Дмитрий, не буду время долго тянуть. Итак, хорошо ли меня слышно? Первый вопрос. Я так понимаю, нормально слышно, да? Итак, меня зовут Дмитрий Жуков. Я википедист 2005 года. Один из активных авторов русской википедии. Написал более 2000 статей на различные темы. Ну и в целом погружен в движение. На определенном этапе понял, что могу помогать людям втягиваться в это движение, становиться википедистами, рассказывать важность всего этого. На определенном этапе даже стал автором нескольких пособий. И сегодня я попытаюсь максимально кратко рассказать о том, что такое википедия, что такое движение викимедия, чем википедия отличается от викимедия, какова технология википедии, как она работает в целом. Расскажу про пять основных принципов, на которых делится википедия. Ну и в конце вместе с Рустамом мы попробуем вместе с вами создать свой аккаунт википедии, как сказать, зарегистрироваться в проекте. Так, включаю свою презентацию сейчас, секунду. Итак, о википедии и как она устроена. Ну, первая, самая важная константа, отталкиваясь от которой мы все это дело придумали, это мы хотим, чтобы каждый попробовал себе вообразить мир, где каждый может свободно делиться суммой всех знаний человечества, независимо от языков, независимо от носителей, независимо ни от чего. Понятно, что все знания, они не только текстовые, они представляют собой также и графические различные файлы, и видеофайлы, и музыку, и аудиофайлы. И именно поэтому движение викимедия пытается создавать различные инструменты, которые бы вот все это дело сохраняли для наследия человечества. Естественно, первый и самый главный проект, это, конечно же, википедия. Теперь я в двух словах расскажу о том, что такое викимедия.ру. Викимедия.ру это некоммерческое партнерство, которое создано в 2008 году для содействия на территории Российской Федерации различных проектов, связанных со свободными знаниями. Ну, и в первую очередь, конечно же, это википедия и ряд других проектов, о которых я расскажу вам дальше. Помимо того, что на территории Российской Федерации есть такое некоммерческое партнерство викимедия.ру, есть такие небольшие объединения относительно, которые занимаются популяризацией свободных знаний и, так сказать, пропагандируют википедию в регионах. Это вот одна из них, это вот Донская юзер-группа, которую я представляю, википедисты Башкортостана, википедисты Татарстана. И вот, так сказать, вот постепенно-постепенно все это дело мы стараемся продвигать в регионах. Далее я коротко расскажу о том, как википедия появилась, кто стоял в ее истоках и как все это, так сказать, в такое большое глобальное дело переросло со временем. Итак, в 2000 году американский предприниматель Джимми Уэллс решил сделать нупедию. Нупедия это такая электронная энциклопедия, которую он хотел, чтобы она была в интернете в доступе, то есть в 2000 год интернет только развивается, много-много всего в интернете есть, а вот энциклопедии в интернете не было. Он долго думал, как этот проект реализовать, ну и в итоге нанял профессиональных ученых и попросил их написать грамотные энциклопедические тексты. Год ученые работали в поте лица и в конце года создали лишь 12 текстов. Это были идеальные выверенные тексты, но все отлично понимали, что такими темпами ничего не произойдет. И в ближайшие скорости на Джимми Уэллса вышел такой человек, как Уорд Каннингем. Уорд Каннингем – это такой программист, который первый придумал движок Вики. Движок Вики – это довольно простой движок. Суть его сводится к чему? Что если до этого интернет был какой? Человек мог только читать. Только читать и брать информацию, как и большинство сайтов в интернете сейчас. Это сайты, где мы просто получаем информацию. А движок Вики подразумевал, что интернет становится немного интерактивным. То есть каждый пользователь интернета теперь мог не только читать, но и вносить правки. То, что он читает. Таким образом появилась технология Вики, которая позволяет людям не только читать информацию, но и работать над ней, корректировать ее, изменять. Естественно, все испугались, что это приведет к хаосу, потому что каждый может править, когда так, кто-то с хорошими намерениями, кто-то с плохими намерениями, и все пропадет. Но благодаря тому, что каждая версия статьи после каждой правки сохраняется, понятно, что все негативные правки можно отгадить обратно, потому что все сохраняется в памяти. И вот этот Уорд Каннингем предложил Джеймсу используя технологию Вики для энциклопедии. И в 2001 году, 15 января, была открыта Википедия. Ряд ученых не приняли этот момент, они так же и стали дальше развивать свою Нупедию, а параллельно с этим стала развиваться Википедия. И вот к концу года в Википедии было уже 20 тысяч статей против тех 18, которые были созданы за год в Нупедии. И тем самым стало понятно, что технология медиавики, которая позволяет каждому создавать контент, она очень работоспособна, очень продуктивна и в целом оправдывает себя. В настоящий момент Википедии, естественно, развивались. Сначала, конечно же, была Википедия только на английском языке. Довольно быстро все поняли, что хранить информацию только на английском языке неправильно, что Википедии должны развиваться и на других языках мира. Постепенно-постепенно стали появляться и другие Википедии. И все это дело начало развиваться потом люди поняли, что в целом статьи, как в Википедии, сопоставимы между собой. Пусть они написаны на разных языках, пусть они много отличаются по качеству и по количеству информации внутри них, но они говорят об одном и том же. И статьи Википедии стали связываться между собой. То есть, например, статья о городе Уфе, ее можно прочесть на русском языке, на любом другом языке, в крае статьи, в нижней правой колонке статьи, всегда стоит гиперссылочка на версию статьи на другом языке. И таким образом, все статьи внутри Википедии связаны между собой. И как бы Википедия это единый сайт, единый сайт, находящийся по адресу wikimedia.org, wikipedia.org, с различными префиксами. То есть, по сути, все хранится в одном месте, несмотря на то, что все это создается на различных языках. Естественно, популярность Википедии, ее развитие в мире, в целом, два фактора. Потому что в начале 2000-х годов интернет еще не так сильно был, скорости интернета таких больших не было, как сейчас. То есть, тогда нельзя было смотреть фильмы в онлайне, тогда нельзя было, с интернетом можно было, но это было очень проблемно качать музыку, смотреть картинки, потому что скорость была медленная. И Википедия была одним из тех сайтов, который текстовую информацию давал людям. И поэтому он был очень легкий, и многие пользовались Википедией, потому что она была довольно простой, довольно быстро загружалась. Ну и постепенно, когда люди поняли, что ее можно дорабатывать, люди начали в нее втягиваться. Также, конечно же, важно отметить, что в России Википедия стала во многом популярна благодаря тому, что они стали появляться статьи в некоторых журналах компьютерных. И вот постепенно, постепенно все начало развиваться. Но в текущий момент Википедия пишется более чем на 310 языках, более чем на 310 языках. Совокупно в ней порядка 55 миллионов статей. О Википедии на русском языке тут немного старые данные. Буквально недавно Википедия на русском языке преодолела барьер миллион 700 статей. Ну да, это на июнь 2000 года. Ну и все это постепенно продолжает развиваться. Конечно же, темпы развития, надо смотреть правде в глаза, немного сбавили. Вначале, конечно, Википедия была более популярна, статьи писалось гораздо больше. Но это я говорю о русской Википедии. Потому что все основные важные темы, статьи о них уже написаны. Поэтому, конечно же, сейчас уже нужно писать на более узкопрофильные темы. А вот далее возвращаюсь к тому, что движение Википедия это в целом глобальное движение, объединяющее вокруг себя всех людей, которые пытаются объединить все свободные знания, которые есть на различных языках мира, независимо от формы этих знаний, пытаются их объединить. И так как я уже говорил, все знания невозможно объединить только в энциклопедии, поэтому в движении Википедия существует огромное количество проектов, которые пишутся также, создаются также энтузиастами, также волонтерами, также под свободной лицензией. Но это не только энциклопедии. Сейчас я вам коротенько о них расскажу. Итак, помимо Википедии создаются еще следующие проекты. Тут я расскажу не обо всех, я расскажу только о самых популярных. Один из самых популярных после Википедии это, конечно же, проекты, называющиеся «Викисловарь». Это универсальный многофункциональный словарь. Это, скажем так, не просто грамматический или толковый словарь. Это одновременно такой общий словарь, в котором уже написано более... Он существует на 174 языках и глобальный свободный словарь, которым очень многие пользуются. Следующий проект это проект «Викоцитатник», проект, в рамках которого энтузиазмы со всего мира собирают цитаты выдающихся и великих людей, тем самым сохраняя такое мировое наследие. Следующий проект это проект «Викитека». Это проект, который является такой свободной и огромной глобальной библиотекой свободных текстов. В этой библиотеке распространяются только тексты, которые не охраняются авторским правом. Это, соответственно, художественные произведения, которые, из-за того, что их авторы уже умерли, стали свободными. И также свободные различные документы. Это указы, постановления и прочее. Викитека существует на 70 языках. Русская Викитека на русском языке тоже очень популярна, скажем так. Следующий проект это «Викий учебник». Это проект по коллективному написанию свободной учебной литературы, коллективу учебника, учебных пособий, инструкции, самоучителей. Все то, что обучает других, но только свободное. Следующий проект это, наверное, второй по важности проект движения Вики-Медиа это «Вики-Склад». Это самое большое в мире хранилище свободного контента. Занесен в книгу рекордов Гиннеса. Там сейчас порядка уже, наверное, 60 миллионов различных медиафайлов. Это фотографии, иллюстрации, аудиофайлы, видеофайлы, сканы старинных книг, рукописи, различные компьютерные файлики. Очень-очень-очень много всего. Конечно же, «Вики-Склад» носит в большей степени подробной характер, потому что все те изображения и иллюстрации, которые вы видите в Википедии, они берутся именно из Вики-Склада. И поэтому, если человек хочет что-то загрузить, какую-то картинку в Википедию, и эта картинка либо фотография под свободной лицензией, то есть она принадлежит ему, человек сам сфотографировал на свой фотоаппарат, сам решил загрузить, например, хочет проинфицировать статью о памяти, то такую иллюстрацию он загружает на Вики-Склад. Следующий проект это проект «Вики-Виды», он пишется на едином языке, это один из редких проектов, который вот такой одноязычный, потому что все виды биологические, они на латыни, соответственно, этот проект пишется на латинском языке, и сейчас он написывает более 700 различных живых видов, которые на нашей планете обитают, либо обитали. Следующий проект это проект «Вики-Новости», такая свободная платформа, которая позволяет свободным журналистам делиться своими знаниями, делиться своими эксклюзивными репортажами, интервью и всем прочим. Вот и Википедия на русском языке один из ведущих, вообще, ой, Википедия, «Вики-Новости» на русском языке один из ведущих проектов среди всех Вики-Новостей. Ну, вот такая очень интересная тоже штука. Потом следующий проект из значимых это вот, наверное, «Вики-Гид», это такой универсальный путеводитель свободный по всему миру, он пишется свободно путешественниками и, как бы, в целом, помогает людям, приезжая в незнакомый город, смотреть достопримечательности, самые настоящие, самые интересные. В настоящий момент он содержит порядка 6 тысяч путеводителей по различным местам. Ну, и еще один проект, о котором я расскажу, это проект «Вики-Данные». Проект появился не так давно. Его запуск стояли немецкие коллеги. «Вики-Данные» служат в таком, в качестве централизованного хранилища структурированных данных для всех родственных проектов «Вики-Медиа». В частности, «Вики-Данные» берут данные для вот тех табличек, то есть, заходя в некоторые статьи, мы сбоку видим такие шаблончики, где есть фотографии человека, указаны год до рождения этого человека, награды, если этот человек получал какие-либо, университет, в котором он учился, места, где он родился и умер, и т.д. и т.п. И для того, чтобы в каждую статью эти данные не вносить, потому что они, по сути, все одинаковые, эти данные заносятся на «Вики-Данные» один раз, и потом человек, который создает новую статью, он просто пишет шаблончик с правой стороны статьи, и эти данные автоматически подтягиваются уже в статью, что очень сильно облегчает написание статей, особенно я отмечу в таких вот небольших, относительно небольших проектах, как «Башкирская Википедия», где участников не так много в настоящий момент, я надеюсь, что им будет все больше и больше, но все равно это удобно адаптировать, зачем лишний раз писать то, что можно подтянуть автоматически. Так, на этого дальнейшие проекты я расписывать не буду, это менее интересно. Далее мы переходим к чему. Далее мы расскажем о проектах «Вики-Медия» на языках народа в России. Помимо «Википедии» на русском языке, существует еще «Википедии» на 31 языке народов России. Буквально несколько дней назад была создана 31 «Википедия» и «Википедия» на алтайском языке. То есть движение развивается, здесь вот перечислены «Википедии», ну и помимо того, что есть «Википедии», некоторые языковые разделы, ой, не языковые разделы, а некоторые языковые комьюнити, скажем так, помимо «Википедии», вот делают еще и «Википедии». Вот, например, существует «Википедия» на башкирском языке, то есть библиотека свободных знаний на башкирском языке. Ну, в целом, эти проекты развиваются в разной степени, скажем так, успешности. Ну, если говорить о башкирской «Википедии», то башкирская «Википедия» создана в 2005 году, в настоящий момент в ней более 50-50 тысяч статей, она занимает 93-е место в мире в целом по количеству этого контента, третье место в России, уступая лишь чеченской и татарской «Википедии». Ну, и в настоящий момент активных участников «Википедии» на башкирском языке 104 человека. Это те люди, которые совершают минимум 5-10 правок в месяц. Это на уровне всех остальных «Википедии» в рамках нашей страны. Это очень хорошие и большие показатели и прям это очень хорошее движение вперед. Так, далее вот о «Википедии», о чем я уже говорил, да, что об аудитории. Вот «Википедии», вот здесь перечислены самые большие языковые разделы «Википедии», которые существуют. На первом месте, конечно же, это «Википедия» на английском языке, она самая большая, самая читаемая, ну, это обусловлено тем, что английский язык, наверное, самый распространенный язык в мире, является языком международного общения. На втором месте идет «Википедия» на немецком языке, там порядка двух с половиной миллионов статей, ну, далее идут «Википедии» на испанском, французском, итальянском и русском языках, они приблизительно имеют одинаковое количество статей, это порядка миллиона семиста. Ну, что еще сказать, что в целом «Википедию», количество пользователей «Википедии» примерно сопоставимо количеством пользователей интернета вообще на планете Земля. То есть, в принципе, каждый пользователь интернета так или иначе пользуется «Википедией». Ну, вот дальше перечисляют самые большие энциклопедии за историю человечества, которые существовали. Ну, вот изначально это был энциклопедический словарь, в котором было 72 тысячи статей, он был написан в 2700-2700. Дима, Дима, ты слайды включи нам, не видно же. А, не видно слайды? Нет. Ты нас оставил в этом. А, я вас оставил в секунду. Да, ты переключи экран, экран свой переключи. Сейчас, секундочку, сейчас, секунду, что там у меня? А, что это у меня? Окно впереди, окно, ты сам-то перешел, нас не перевел. а вот сейчас, секунду, я этим же и пытаюсь. Так, а что же у меня? Да что же все висит? А, вот оно мне. Так, демонстрация. Ты вышел с экрана, заново, заново запусти. Так, вот я запускаю заново демонстрацию, правильно? Да. А вот демонстрация, теперь появились слайды, Да, да, да. Сори, вы говорите, да, потому что в азарт могу войти и рассказывать, и рассказывать, и рассказывать. Ну вот, перед вами самые большие энциклопедии, которые были созданы за всю историю человечества. Первая энциклопедия была создана во Франции в конце 17 века, ой, 18 века в Ру. В ней было 72 тысячи статей. Ну и далее все это дело развивалось. В конце 2017 года была создана Большая Российская энциклопедия. В целом, очень хорошая энциклопедия, в ней 80 тысяч статей. Энциклопедия Британика на английском языке содержит 120 тысяч статей. Ну вот, самая большая, наверное, энциклопедия, это энциклопедия Байду. Она содержит порядка 15 миллионов 510 тысяч статей. Это энциклопедия на китайском языке. Ну, нужно признать, что такое большое количество статей создает ущерб качеству. То есть, не самая качественная великая энциклопедия, но при этом все равно китайцы молодцы создали такой огромный глобальный проект. Ну вот, далее то, о чем я уже говорил, на Википедиях на различных языках. Я прошу вас не смущаться, вот есть такая Википедия на сибуанском языке. Это Википедия, которая полностью написана ботами. То есть, там, в принципе, живых статей как таковых нет. Так, далее. Вот, так, если бы, а вот, да, вот такой показательный момент, как выглядела Википедия, если бы она издавалась в формате обычных энциклопедий бумажных. Так вот, русская Википедия в формате большой советской энциклопедии стандартной, которая в советское время у многих была, да и сейчас у многих дома стоит такие красные издания, то Википедия в настоящий момент представляла собой 953 тома. И каждый месяц создается приблизительно 3 новых тома. Если говорить об английской Википедии, которая приблизительно в 3 раза больше русской, ну вот, она представляла бы собой 2765 томов. И в месяц создавалась приблизительно по 10 томов энциклопедии. Далее поговорим о посещаемости. Русская Википедия, ну, вообще-то, наверное, да, вообще-то сайт Википедия в целом, является одним из самых посещаемых в мире. В мире он занимает 13 место, уступая социальным сетям, поисковым некоторым сайтам, ну, некоторым интернет-магазинам. В России Википедия занимает 8 место по посещаемости. Тут речь ведется вообще о всех Википедиях, не только о русской Википедии, но и Википедии на языках народов России. То есть, вот, в целом, русскую Википедию смотрит порядка, написано русскую Википедию, в целом, речь ведется вообще о всех Википедиях на языках народов России, что ее посещает порядка 100 миллионов человек в месяц. Ну, сообщество участников Википедии других википедий довольно так сказать многогранно разнообразно конечно же большинство людей создающих википедию это мужчины но вот благодаря башкирским участницам мы вот постепенно пытаемся векиндерно обрадоваться в целом википедии зарегистрировано порядка двух восьми миллионов человек ну и примерно 10 тысяч человек так или иначе хотя бы немного теперь не пытаются править с разной периодичностью скажем потом один из важнейших базовых принципов на которых работает википедия весь контент который создается википедии все тексты они создаются исключительно под свободной лицензии и под ней же и распространяются что такое свободная лицензия создавая текст под свободной лицензии человек отказывается от авторских прав на этот текст и подразумевает что этим текстом своих целях может пользоваться любой другой россия прогрессивная страна с точки зрения вот законодательства в области открытых лицензий 2000 я сейчас не вспомню конкретно году в гражданке кодекс россии были включены было включено понятие открытых лицензий и вот по свободной лицензии сейчас распространяются все официальные сайты президента российской федерации администрации многих-многих ведомств и целом это очень позитивная и правильная тенденция потому что все это создается на народные по сути деньги на наши с вами налоги поэтому оно должно нам не должно никому принадлежать это нужно принадлежать всем это считается такая правильная диалоги вообще конечно с этой точки зрения еще раз отмечу строить степени планеты всей потому что очень-очень много сайтов переходит под свободную лицензию и это очень верно такой ход вперед у нас конкурсы я про это рассказывать не буду вот наше издание занимается различными публикации различных изданий о википедии авторских правах различных и момента касающихся распространения вот наш учебник так выглядит был создан брак проекта выпускники и наставники и поддержки фонда президентских грантов ссылочка на него в целом коротко поэтому я все рассказал сейчас я расскажу еще немного о пяти столбах википедии базы видно 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 проект глобальный создаваемый большим количеством людей поэтому как вы понимаете что он все-таки на что-то должен опираться потому что просто так писать энциклопедию с головой но это бы наверное не получилось привело в большом хаусе поэтому я участвую числе 5 основных базовых принципов принципов на которых википедия по сути то и держится первый конечно это базовый принцип википедия это первую очередь энциклопедии что это любой участник который приходит создавать википедию неважно на каком языке должен понимать что он приходит создавать универсальную энциклопедию причем именно универсальность платье платье у которой совмещает себе элементы общих энциклопедий таких вот большая российская энциклопедия либо большая советская и самое важное самое важное выделено да я статьи формируются отталкиваясь от критерий книг включения википедия по сути критерии включения они гораздо шире чем в любой бумажной энциклопедии поэтому википедия в себе так сказать информацию специальных энциклопедий различных ежегодников кучу географической информации о том что еще важно отметить что википедия при работе над каждой статьей нужно стремиться любому автору максимальной точности и проверяемость то есть википедия не пишется из головы википедия пишется по источникам любая информация кроме общеизвестной которая добавляется википедии она должна откуда-то браться в принципе википедия она такой субпродукт она не создается она по сути перри пересказывают другие источники то есть если мы хотим что-то рассказать а мы должны это откуда-то взять и в любой момент у нас могут спросить откуда мы это взяли мы должны эту информацию википедии источник из первых моментов второй момент очень важный википедия любая информация которая предлагается википедии она задается согласно так называемой нейтральной точки зрения это означает что при наличии различных мнений википедии излагаются оба этих мнений не отдается непредпочтение никакому из них излагая в статье несколько разных точек зрения следует действовать как можно более аккуратно собраться сопровождая каждый из них необходимым контекстом ссылками на эту информацию это второй такой важный момент википедии нейтрально не схватили она не отстаивает ничью точку зрения никакой идеологии ней вообще совершенно третий важный момент что любые материалы которые пользуются википедии являются свободными для использования то есть тут каждый участник должен понимать что видео когда он создает статью википедию это статья уже не его статья уже принадлежит всем уже не его это вот это общее потому что нет так вот моя статья ну да на словах да фактически она стала общественное состояние стало состоянием человечества и каждый человек может читать пользоваться перепечатывать своих рефераты на основании писать дипломные работы четвертый важный такой базовый принцип что википедии конечно существует свод правил поведения ну что когда огромное количество людей одновременно создает такой огромный массив информации должны быть правил первое самое важнейшее наверно правило википедии это правило левость любой участник который приходит википедию но вообще википедии подразумевается что любой человек который не пришел он подразумевает что он пришел туда с добром каждый человек приходит до добрыми намерениями поэтому одно из самых важных правил википедии на этот отсутствие оскорблений угроз какой-либо агрессии целом Все участники Википедии довольно хорошие люди, которые хорошо воспринимают просьбы, которые отлично понимают новичков. Главное не пытаться продвигать свою точку зрения, не опускаться к агрессии, никому ничего не угрожать, а просто спрашивать. Люди все отзывчивые, подскажут, расскажут. Ни в коем случае не нужно при редактировании Википедии пытаться проверить Википедию на прочность, пытаться играть с правилами. Надо вести себя хорошо, к хорошим людям хорошие люди тянутся. Ну и последний, базовый, пятый столб. Он такой, конечно, может быть не самый понятный, но Википедии нет строгих правил. Как бы главное правило Википедии, ну это вот, есть эти вот пять принципов как бы базовых, да. Ну а так, нужно быть смелыми Википедии, смело пытаться править, редактировать, менять, потому что надо понимать, что Википедии сломать ничего невозможно. Потому что все, что можно сломать обычному человеку, ненаделенными правами администратора, править изначально никто не даст возможности. А все то, что человек в Википедии может править, это все можно также откатить обратно, потому что каждая версия статьи, каждая правочка, она записана, сохранена и как бы вот ничего страшного, не поломается. Еще раз проговорим, в первую очередь Википедия это энциклопедия, во вторую очередь Википедия пишется основой на нейтральной точке зрения, никакой идеологии. Потом все материалы Википедии являются свободными для использования любым человеком в любой части света и все это свободно и принадлежит только человечеству. Ну и вот на четвертый пункт, что не забываем о правилах, скажем вот так вот. Ну потом что еще можно добавить к этому, я хотел добавить. Вот некоторые советы, да, начинающим википедистам, которые тоже будут, мне кажется, не лишними. Ну вот это первое правило, пяти столков о них я уже рассказал. Второе правило, что создавать надо стараться все-таки статьи на значимые темы, потому что многие, приходя в Википедию, пытаются создавать статьи о темах не самых значимых, например, о своих родственниках, не до конца убедившись в том, соответствуют ли критериям значимости родственники или не соответствуют. Ну и чтобы просто не было лишнего такого труда, все-таки нужно сначала смотреть, значимая ли тема, о которой вы хотите написать статью, или она незначимая. Третий такой важный пункт, что в Википедии не нужно писать статьи, которые объясняют лексический смысл слов. До этого есть викисловарь, в котором вот все это написано, то есть не нужно писать там про то, что вот чисто вот слово есть слово. Потом что еще? Ну о чем-то неизвестном, об этом я уже говорил. Ну потом Википедия не место для статьи новостного характера, для этого есть проект, о котором я говорил в Википедии. Поэтому если что-то случилось в мире, то прямо бегом-бегом стараться создавать нециклопедию, нециклопедию статью об этом, наверное, не стоит. Нужно дождаться, когда утихомились шумиха, и потом уже понимать, стоит ли эта информация, на меня или не стоит. Ну и шестой такой вот тоже важный момент, это что любая статья без источников может быть удалена в любой момент. Потому что согласно правилам Википедии, любая информация, которая вызывает, которая может вызывать вопросы, она должна быть подтверждена источником. Особенно это касается тех статьи, в которых фигурируют слова «самый первый», «самый первый», «самый большой», «самый главный», когда идет оценочное суждение. Поэтому все-таки, когда мы стараемся писать статью Википедии, в первую очередь мы должны подготовить 2-3 источника информации, по которым мы будем писать. Далее писать статью и ссылочки на эти источники информации добавлять. В дальнейших курсах уже вам будет рассказано, как все это делать. Ну все, основное, что я хотел рассказать, я рассказал. Ну и самое главное, да, я еще раз повторю, что в Википедии никогда нельзя ничего сломать. Она работает и работать будет. Поэтому смело правьте, ничего вы испортить в этом проекте не сможете. Можно дополню? Что-что? Дополню. Да, конечно, конечно, я коротко, да, теперь передаю слово. Так, по поводу башкирской Википедии, раздел был создан со всеми практически вместе в июне 2002 года. Раздел был открыт. В настоящее время для того, чтобы раздел создать, необходимо сперва пройти этап инкубатора выроста. на башкирской Википедии была создана автоматом еще в июне 2002 года. Но первая статья, то есть главная страница была сделана, но... Включу видео. Но статей в ней не было. Первая статья была написана 16 апреля 2005 года, там даже время есть, анонимным автором из IP-адреса Башкорстан. Там было пять строчек, пять наших главных названий, наших городов, стотысячников было написано. Вот с этого момента мы считаем днем рождения башкирской Википедии, а не то, что там, когда раздел создали, открыли. Теперь же для того, чтобы создать открытую, я говорил уже, необходимо пройти этап инкубатора. Вот ты упомянул Вики-теку башкирскую, она вот как раз с 2012 года находится в инкубаторе, он еще не вышел. Из инкубатора у нас еще один проект вышел, это Вики-учебник. Чем отличаются Вики-тека, Вики-библиотека от Вики-учебника? В Вики-теке размещаются тексты, которые уже где-то опубликованы, авторские тексты, и являются свободными к использованию. То есть или срок истек, или автор объявил его свободным, вот такие тексты. А в Вики-учебнике можно публиковать свои работы уже ранее нигде не опубликованы. Например, учителя могут свои программы каких-то мероприятий, сценарии каких-то этих мероприятий могут положить туда, в этот Вики-учебник. И другие люди могут его далее совершенствовать, дописывать и так далее. Вот такой у нас проект открыт, Вики-даресли Тибатала в башкирском разделе. Ну и мы очень много внимания стараемся уделить на Вики-дату, потому что из Вики-даты мы берем автоматом шаблоны, карточки, данные вытаскиваем оттуда. По посещаемости наш раздел, я вот в январе смотрел, 1 миллион 804 или 805 тысяч раз зашли в этот сайт башкирский раздел. Ну я, конечно, очень даже сам как-то немножко смущает меня эта цифра, но вполне возможно, что такое есть из различных устройств. Вот. Но это не мы сами считаем, это считает единый статистический сервис, который считает все Вики-педии, все проекты. Про проект Мета-Вики – это место площадки, где общаются все мировые википедисты, все википедисты мира, викимедисты. Вот в этой площадке как раз я сделал проект онлайн-вики-школы. То есть она не в башкирской Вики-педии, а в Мета-Вики находится. Что еще хотел сказать? Да, Дмитрий говорит правду, сломать невозможно. На самый эффективный метод познания – это метод тыка. Все зеленые, то есть не зеленые, а синенькими, нарисованные, написанные синенькими словами – это есть кнопка, ссылка перехода на это слово или на какой-то режим, то есть другое место перехода. Смело нажимайте на эту кнопку мышкой, подводите мышкой, нажимайте, переходите, читайте. Смело нажимайте «Править». Это будет два режима редактирования, мы это дальше будем изучать, будем показывать. И нажать на кнопку «Записать» и все, вы уже редактор Вики-педии. Ни у кого не надо спрашивать, не надо регистрироваться, вот как для школы. Заходите и начинаете работать, то есть начинаете делать свой вклад. Можно, конечно, делать вклад и анонимно, не обязательно регистрируясь, создавая учетную запись в аккаунт Вики-педии. Но если вы создадите эту учетную запись, то вот эти статистические сервера, сервисы автоматически будут делать все, фиксировать ваши действия, ваш вклад, наш вклад, каждого участника. И нет необходимости делать вам самим отчет, что вы же сделали. То есть любой участник может, вы сами или любой участник видит готовый отчет за все время, что в нами сделано. Мы потом, я покажу, как мы в следующий раз, свою страницу. Но сейчас мы вот покажем, Дмитрий покажет, как создавать аккаунт, да? Да, да, с радостью я покажу, да. Я, к сожалению, не владею башкирским, поэтому буду показывать Вики-педии на русском языке. Но я думаю, что в целом, я не то, что я думаю, я знаю, что интерфейсы всех Вики-педий, они на 99% схожи и одинаковы, поэтому вам нужно будет нажимать все то же самое, только вот, соответственно, будет написано все немного на другом языке. Так, значит, я включаю демонстрацию экрана. Так, не открываю браузер, ну пусть будет вот фикс-плораж. Так, во-первых, как найти Вики-педию? Вот, во-вторых, у многих всегда есть такой вопрос, как найти Вики-педию. Найти Вики-педию очень просто, достаточно вот просто вбить словами Вики-педия. Вот можно в поисковик Яндекс. Дима, 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 ты, по-моему, чуть-чуть неправильно заходишь. Ты, когда заходишь в общий, открываешь только один экран, а надо все экраны открывать. Ты опять остался в некоторых советах. Да? Да. Что ж такое, что-то я не так делаю. Ты в ход демонстрации экрана зайди. Демонстрация экрана, дальше. Вот, наверное, вот так вот, да? Появился Яндекс? Да, 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 да. Ага, вот еще раз, да, говорю, как найти Вики-педию? Вики-педию найти очень просто. Вот можно вот так вот вбить Вики-педию Яндекс, да. Это может быть, допустим, Google. Да, допустим, в Google. Задача точно такая же. Вики-педия. Вики-педия. Ну, попадаем на Вики-педию. Итак, мы заходим на Вики-педию. И в верхнем правом углу находим вкладочку «Создать учетную запись». Я сейчас коротко расскажу, для чего вообще в целом-то. Рустам уже рассказал, для чего регистрироваться. В целом-то для просмотра и редактирования Вики-педии не обязательно регистрироваться. Но это во многом облегчит задачу. Во-первых, как правильно сказал Рустам, будет видно, полностью ваш вклад в Вики-педии будет виден. Вы получите возможность уже, так сказать, социализироваться, стать частью комьюнити Вики-педийного. То есть с вами уже смогут вести диалог другие люди. Ну и самое важное, что в целом, ну, это правило хорошего тона. Если вы планируете задержаться в Вики-педии на какое-то время, то, конечно же, нужно зарегистрироваться. Потому что, тем более в башкирской Вики-педии, где комьюнити не такое большое, как в русской Вики-педии. В принципе, все на начальном этапе друг друга знают. И это очень хорошо, когда люди с радостью друг другу помогают. Поэтому это правило хорошего тона, скажем так. Итак, «Создать учетную запись». Далее мы попадаем в такое вот окно. Ну, при создании учетной записи я рекомендую. Конечно, какую учетную запись создать, каждый решает для себя сам. Я рекомендую использовать имя и фамилию. Это, мне кажется, самое простое. Причем в такой важный момент, что зарегистрироваться можно на любом языке. Вообще совершенно. При любой раскладке клавиатуры. Поэтому смело можете регистрироваться на башкирском языке. Не то, что я так понимаю. Я знаю, что большинство ников, имен пользователей, которые выбирают пользователей башкирской Википедии, именно на башкирском языке. Я думаю, это правильно. Ну, допустим, регистрируемся. Да, вот я сейчас буду регистрироваться на Википедии. Я, конечно, уже зарегистрировал Википедию. Ну, вот сейчас еще раз зарегистрировал. Система сама вам подскажет, что уже как имя занято. Ну, например, Дмитрий Ходяков. Ну, вот он будет Дмитрий Жуков 20-25. Вот такое имя есть. Далее мы набираем пароль. Набираем пароль. Не более восьми знаков, чтобы и буквы, и цифры, и знаки, чтобы было. Это общая такая рекомендация, когда пароль выбираешь. Да, это естественно. Потом, касаемо адреса электронной почты, очень-очень важно указывать адрес электронной почты. Это очень-очень важно, потому что это, по сути, единственный механизм, который поможет вам вернуть свой пароль, вернуть свой аккаунт, если вы вдруг забыли пароль. Это вот очень важная, хорошая такая штука. И второй момент. Если вы укажете свой электронный адрес, вы получите возможность получать письма от участников Википедии. Они, по сути, ваш электронный адрес знать не будут, но как участнику Википедии будут вам писать письма. Это такая тоже очень удобная штучка, на самом деле. И дальше вбиваем капчу. Это для того, чтобы подтвердить, что мы не являемся искусственным интеллектом. Вот у нас очень часто жалуются, что вот этот капча не воспринимается, неверно или неправильно введена. Это, по-моему, происходит из-за того, что кэш не обновлен. И прежде чем этот капч набирать, вот там есть кнопочка обновить. Да, вот здесь вкладочка обновить. Да, лучше заполнили учетную запись, пароль, и все, подошли, адрес почты. И вот когда сюда спустились, еще раз нажать на обновить, посмотреть раскладку клавиатуры, там не включен ли верхний регистр, и английский ли, и набрать. Тогда записывается. Вот пошло. Вот появилось. Все сработало, и вот сразу мне прилетело письмо на телефон, что вот, добро пожаловать в Википедии, пожалуйста, подтвердите ваш электронный адрес почты. Я тоже рекомендую это сразу же сделать, чтобы система уже полностью вас опознала. Ну и после того, как вы зарегистрируетесь, вы уже получаете ряд возможностей. Во-первых, вы можете посмотреть свой вклад. Ну это уже, я так плюсы коротко обрисую. Вот здесь будет все, что вы сделали, любая ваша вкладка, она здесь будет вот перечисляться. Ну давайте я на примере своего аккаунта сейчас попробую показать сейчас. Подожди, Дмитрий, вот покажи, красным, который горит, Дмитрий Жуков 2021, это еще не говорит, что у вас создана страница ваша персональная. Да, да, да. Надо его заполнить. Да, вы зарегистрировались, вы зарегистрировались в Википедии, да, но вам нужно создать свою страницу участника. Это такая очень хорошая штука, но я рекомендую ее, оп, создать такую страницу. И вот мы создаем страницу. Можно... Так, вот он предлагает, значит, редактирование. Ну ты же новенький, поэтому предлагает редактировать первое. Да, это уже... Да, и вот, значит, ты первый. Первым делом, что нужно создать страницу. Самое простое, что вот можно сделать вот такой шаблончик. Например, участник. Я вот, Дмитрий Жуков, участник из Ростова-на-Дону. Из Ростова-на-Дону. И двумя квадратными скобками двух сторон. Все, записали. Фигурными, фигурными. Фигурными, да, я говорю, квадратными, фигурными. И появляется такой вот красивый шаблончик. А теперь пройди в башкирскую Википедию. А, да, теперь попробуй. Ну так, сейчас попробуем. Да. За главной страницей в башкирскую Википедию пройди. Так, вот башкирская Википедия. Вот я зашел в башкирскую Википедию. Тут у тебя тоже красненьким горит. Да, потому что в каждой Википедии, да, тут, да. Да, надо тоже в каждый другой языковой раздел, если заходишь, тоже надо страницу заполнить. Но если ты эту страничку заполняешь на МЕТе, то он во всех языковых разделах показывает информацию из МЕТы. Вот здесь надо, Дима, поставить шаблон, как раз, который я показывал в этом, на онлайн Викишколе, в расписании висит. Ты сможешь пройти в расписание онлайн Викишколы? Там, сходи, вот ты туда ушел, нам не видно. Да, сейчас, секунду, я туда, сейчас, я в почту свою заскочу на секунду буквально. Так, 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 онлайн Викишкола, где же она, онлайн Викишкола? Ну, теперь попробуй мне найти, теперь мне осталось найти Викишколу. Так, мне ее проще, наверное, на МЕТе будет. Да, на МЕТе спроси онлайн, и все сразу выходит. Метовики, метовики. Да. И здесь спроси, спроси онлайн Викишколы. Так, английский пишет. Ага, да. Не то, не то ты. Ищешь. А вот, 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 вот. Жопотные поисковики, мы все найдем. Да, так, ты перейди вот сюда, да, да, онлайн Викишкола. Открой расписание, расписание открой. Не, не, третье вкладка. И листони, вот, 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 вот шаблончик онлайн, вот этот. Вот этот шаблончик. Да, скопируй, вот этот шаблончик. Иди в Башкирскую Википедию. И вот сюда вот вставь. Сохрани. шаблончик вот слушатель слушатель первой группы онлайн вики школы за счет гранта главы республики башкорстан шапочка вам появится и здесь будет вот красным гореть категории еще не созданная сейчас создам открой покажи вот у нас дима жуков и я как слушатели если каждый участник слушатель вот так создаст свою страницу и скопирует вот этот шаблончик поставит то-то наш список слушателей сразу сформируется не надо будет до искать друг друга и таким образом и когда уже мы на вклад каждого вклад каждого будем смотреть мы будем видеть кто что делает и не будем требовать от вас писать отчет о проделанной работе о выполнении домашнего задания и так далее мы будем видеть главный первый аккаунт создать учетную запись и вот поставить этот шаблончик нажимаем сюда создаем учетную запись после того как мы создали она вас горит красненьким мы нажимаем на нее нажимаем на нее у меня то на уже создана смысле в том что у вас она появится формате редактирования в таком формате и вы пустое окошко вставляете вот этот шаблончик нажимаете сохранить и покажи колокольчик и вот красный и синий вот этот расскажи что что это такое а да после того как вы зарегистрировались вы начнете получать личные сообщения и уведомления от других пользователей то есть если что-то произошло глобальное создаваемой вами статьей то есть кто-то отменил ваши правки вы увидите это вот здесь вот уведомление то есть у меня вот сейчас несколько уведомлений это видимо уведомление о том что я создал первую правку в башкирской википедии да насколько я понимаю нет а да в башкирской и и соответственно ну и в русске и в русске создали первые правки да 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 это синенький синенький сообщение кого-то в русской википедии я уже получил сообщение о том что меня вот рады приветствовать википедии при вопросах обращаться к какому-то такому-то участнику он оперативно мне подскажет если что-то нужно вот я думаю что башкирская википедия скоро тоже дойдет до вот включения такого вот бота который бы вот всех новых зарегистрированных участников вот информировал такой штука я не знаю если это башкирской википедии мы пока вручную холло ставим шаблончик можете не переживать у вас такой же да тоже появится в ближайшее время и тут будет указан участник которому вы можете ой извините которому вы можете обратиться и который вам с радостью поможет расскажет подскажет что как и вот скажи вот обсуждение есть вот у тебя черновик видно у нас в башкирске пока черновика нету ну вот павел каганар обещал этот режим который полагаются да это вот список наблюдения то есть это все те статьи которые вы создаете они появляются вас список наблюдения и кстати помимо списка наблюдения можете сами интересные вам темы добавлять список наблюдения например вас вас интересует ну не знаю город уфа вам интересно что в этой статье на башкирском языке пишется вы даже выключаете эту статью в список наблюдения то есть вот есть такая вкладочка добавить добавить список наблюдения эту статью и отслеживаете все правки то есть вы включаете свой список наблюдения и здесь вы видите все те статьи в которых какие-либо изменения произошли в моем случае у меня всего лишь две статьи это статья участника статья обсуждения участника и вот тоже правки которые с ними произошли они здесь отображены и также вы вы сможете все это дело, так сказать, мониторить и отслеживать. Настройки, ну это я думаю, вам уже на более поздних уроках расскажу, для чего настройки, что настраивать, как настраивать. Ну в общем, в целом настройки для того, чтобы адаптировать интерфейс под себя. Ну в первую очередь всегда можно поменять часовой поиск, под себя настроить, ну и т.д. и т.п. Потом страница обсуждения. У каждого участника, помимо его страницы, участника, вот она базовая страница, ее в принципе имеет право редактировать в целом только сам участник. То есть это его личное пространство, это его визитная карточка, можно сказать. Здесь он может разместить свою фотографию, свои интересы, какую-то другую информацию, откуда он, какими языками он владеет, какое у него образование, какого он пола. В общем, любую информацию, которую бы он хотел поделиться и которая с его точки зрения поможет другим авторам Википедии с ним взаимодействовать. Например, я вот интересуюсь спортом. У меня здесь стоит в русской Википедии плашка о том, что я интересуюсь футболом. И любой участник, который заходит в Википедию, он, заходя на мою страницу, может это увидеть и может задать мне вопрос. Ну, вот, скажем так, для того, чтобы лучше взаимодействовать при создании энциклопедического контента. А страница же обсуждения, это такое общее пространство, ну, вот, где участнику могут задавать вопросы, касающиеся его работы в Википедии. Ну, вот, как вы видите, вот у меня на странице обсуждения вот первое письмо с помощью пришло. Да, то есть я в любой момент могу написать участнику, то есть зайти на страницу участника, вот, Jack Pompey, открыть в новой вкладке, да, ее, и задать ему какой-либо вопрос. То есть вот я попал на его страницу обсуждения, нажимаю «Править», например, создаю новую тему, но это вам позже расскажут, как, и записываю новую тему, ну, например, новую тему, ну, там, не знаю, условно, вопрос. И смело я ему задаю вопрос, ну, естественно, культурно сначала. Здравствуйте, прошу вас подсказать мне, ну, и там что-то, 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 там, не знаю, что-то, что касается Википедии. Вопросительный знак, обязательно Википедии принято подписываться, но это вам потом будет, далее расскажут. И вот вы подписались, ну, вот, неверно это выглядит так. Вот у участника появляется новая тема. Вот от меня я ему задаю вопрос. Понятно, что, оп, эту страничку я покидаю, я не буду ему никаких вопросов задавать, но в целом вот для этого и создана страница обсуждения, для того, чтобы обсуждать какие-то вопросы. Ну, вот красным висит, нажми-ка, как получится у вас черновик. А, вот черновик, да, черновик. Пустая, да, пока? Да, она совершенно пустая, но редактировать код. Начинаем, можно пустым сохранить, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, у нас вот этот вот такой режим черновика еще не работает, башкирской. Мы сегодня только обратились к Павлу Каганеру из Питера, он обещал нам это настроить. Ну, это очень удобная штука, потому что черновик, конечно, это такая штука, в которой, ну, он даже в большей степени не столько, он не столько, как черновик, сколько как хранилище всего того, что может пригодиться. Например, в черновике всегда можно хранить шаблоны, которые вы часто используете при работе с Википедией. Ну, в общем, ссылочки важные нужны. Давай, выйди из этого, я покажу свою страничку. Все, давайте, да, я выхожу из режима. Я запускаю свою страничку. Вот, у меня, например, два письма, которые, два обращения, которые я еще, колокольчик я еще не читал, мне пинговали, то есть писали, вот, я открываю, смотрю список, вот здесь писали что-то, вот здесь в Курлтайме, меня упоминали, когда мое имя упоминается, учетная запись, то вот появляется здесь, колокольчик появляется, да. Вот моя страничка обсуждения, вот здесь мне что-то пишут, вот, конкретно обращаются ко мне в моей странице. А вот это моя личная страница, в котором, значит, что здесь? Показываю свое лицо, кто я такой, откуда, значит, у меня календарик висит, мне понравился этот календарик, повесил. Ну, мои, вот с правой стороны видите, какими владею языками, тут тоже, значит, кто я такой, ну, этот, шаблончики разные вставляешь, а вот с левой стороны шаблончики, касаемого данных обо мне. Мы вам подскажем, подставить, вот, поставить такой шаблончик, у нас принято в башкирской Википедии, отчитывать с какого дня, сколько дней, Викистаж считается. Ну, и вот на каких конференциях участвовал, на каких конкурсах, и вот я сегодня шаблон поставил для примера, вот этот шаблончик, что слушатель первой группы Викишколы. В принципе, я слушал, слушатель первую лекцию я прослушал. Дима, очень хорошо читаешь, чувствуется, что это не первая лекция у тебя, то всю Россию прошелся, да, последний в Якутии был, да, ездил в Якутии? Последний был в Якутии, да. Вот, в принципе, мы закончили, да? В целом, да, водное мы как бы рассказали, подсказали, все. Если есть вопросы, с радостью ответим. Ну что ж, давай тогда начнем вас с вопросов, что ли? Так, час мы сидим, час лекции, как бы мы свое отговорили, отболтали, отчитали. Так, вопросов в чате нету, что-то мы не предупредили. Если у вас есть вопросы, пишите в чате. В чате никаких вопросов я не вижу, да? Ну что ж, тогда мы готовы устно слушать. Рамиля Султанова просит, да? Нет, я вот еле-еле зашла, не могла, целую часть сидела, поэтому ссылку повторно можно посмотреть. Запись есть, будет? Запись будет, обязательно. Будет, да? Да. Так, кто руку поднимает? Добрый вечер, у меня вопрос такой. Я вот методом тыка зарегистрировалась в вашей шишкирской Википедии, а теперь я могу изменить эту страницу и, как вы сказали, категорию слушателей написать? Ну да, можете править туда, вот в эту страницу вы... Вставлять можно. Да, в эту же страницу вы вставляете, вот этот шаблончик, и я уже вижу, что вы слушаете. Спасибо большое. Так, дальше кто? Смелее, смелее. Может, кто-то откроет личико демонстрацию своего экрана и попробует зарегистрироваться прямо со своего компьютера, а мы тут будем сидеть, смотреть и подскажем. А мы прям подскажем, да, мы прям упростим задачу в 10 раз вам. Да. Спасибо, конечно. Можно? Я не могу зайти. Куда? Показывайте. Вот регистрация. Конечно, показывайте, включайте свой экран. Я могу регистрацию пройти. Вот несколько раз прошла. Ну давайте откройте свой экран, демонстрацию экрана свой, а мы будем смотреть. Вот у меня выходит так. Введены немерные имя участника или пароль. А, вы делаете в IT. Надо создать учетную запись. Показывайте счетную запись. Вот. Да. Вот пароль. Еще раз пароль. Вот здесь вот это, да? Обновить, нажмите сначала. Сделать и обновить сперва. Да. Ага, теперь вводим английскими буквами. К, Л. К, Л, да. К, Л, А. Сейчас начну. Не спешите, не спешите. Сейчас, сейчас, сейчас. Быстрее бы найти. Еще эти буквы куда-то убежали они. Ага, нашла. Все. К, Л, А. Н. Н. П. П. И строчечкой. Л, А, В. А, В. Угу. Создать. Ну, по-моему, все получилось. Или нет? Не получилось. Получилось. Ура. Получилось. Все, нажимайте вот сюда. А почему у него, а Сырбаева этот, сразу вышел этим? А потому что, видимо, до этого уже что-то получилось. Откройте-ка, вот, кликните-ка наверху, айслу Сырбаева. Вот, 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 вот. Все вышло, все поняла. Подтвердить нажмите. Вот почту. Подтвердить электронная почта. Ставь вверх, поднимитесь. Еще выше. Вот здесь вот подтвердить. Здравствуйте, Асулу Сырбаева. Ниже, ниже, ниже. В Википедии регистрируется. А? В русской Википедии регистрируется. Ну и ладно. Асулу, смотри, вот, где крупным написано Асулу Сырбаева, где большим, чуть ниже, электронная почта. Вот, подтвердить, говорит. А, то есть, подтвердить. Вам придет письмо, вам нужно будет на него там ответить. Понятно. А теперь, Асулу, нажми на заглавную страницу. Не, 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 подождите, не спешите. Вот, отправить письмо, нажмите, отправить письмо. Вот, теперь отлично. Все отлично. Нажми на заглавную страницу. Вот, не, 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 не. Вот, Википедия, свободная энциклопедия. Вот, чуть ниже, чуть ниже, заглавная страница. А, оно и то, и то, и то, и заглавная страница. Влевую, вверх, влевую. Да, да, да. А теперь листай, там внизу на других языках будет, с левой стороны. Вот, башкурца. Перейди на башкирский. Вот, у тебя теперь красный, вот здесь, видишь, Айсулу Сербанга. Да, да. Вот, заходишь. Можем на красный. Вот, создать, вот, Бандави Семли Макалабулдра Аллахал. Вот, на него синенький, вот, нажать. Вот, откроется редактирование. Вот, у вас будет первый редактирование. Вот, на эту кнопку нажмите. Да, понятно. А вот сюда нужно будет шаблончик скопировать, поставить из мета. А чтобы туда пойти, давайте дубль сделаем. Дубль сделайте этой странице. Так, туда. Вы знаете, что сделаете? Вы возьмите, вот, плюсик нажмите вот здесь, вот, ну, новую вкладочку откройте. Вот, в верхней строчке, в верхней строчке. Новую вкладку, вообще, новую вкладку. В самый верхний, в самый верх, выше, выше страницы этой. Там, где у вас написано почта. Ты рука отношу. Там, дальше, справа. Не сможем. Правее, правее. Самый верхний угол, самый верхний строчкой. Верхний, еще выше, еще выше. Правый верхний угол, нажмите, Айсулу. Правый верхний угол, да. Плюс стоит. Где знак плюсика? Где вкладки? Открываем. Тугель, тугель, тугель. Вкладки на правую. На правую. Где у тебя моргает почта Майл. Еще дальше. Дальше с правой стороны. Наверх поднимайте, Саисю. Вот здесь. Як, як. Тугель, тугель, тугель. Игра кала скидьте. Наверх примерно на 4 клетки и влево. Вот рядом. Рядом. Ладно. Все, мне застряло. Человек уже застрял. Вам нужно будет взять потом... Вот вам присылал же Рустам... Рустам присылал же файлик с приглашением. И там есть ссылочка на Вики-школу. И вот там, в этой ссылочке Вики-школы, вам нужно будет взять вот этот шаблончик, который мы до этого вешали, и повесить его вот сюда. Давай кто-нибудь следующий попробуем зарегистрироваться. Вы знаете, что можно сделать? А тут есть свежие правки. Рустам, Рустам, тут есть вкладочка свежие правки? Да. Давай свежие правки откроем мою. Сейчас найдем правку, где я шаблон вставлял, и оттуда шаблон войден. Где тут свежие правки? Вот в угол гертуляр, это вот свежие правки. Кролтай, вот с левой стороны. Нажмите, пожалуйста, вот куда говорит Рустам. Аль-Сулу, я вам видео отправила, куда нажать надо. Посмотрите. Я не могу, выйти хочу я уже. Нет, тогда не тогда. Да, все, разберется потом. Ладно, разберусь, посмотрю. Базама, базама. Куркмага, не бойтесь. Ну, до глаз смотрит сложно, да. Да. Так, Аль-Сулу, завершить демонстрацию экрана. Ты же знаешь, как демонстрацию экрана завершить. Я вот хочу это завершить. У тебя или наверху, или внизу должен быть где-то. Выйти. Да, вот, правильно. Кто следующий смелый? Давайте. Запускай. Давайте я попробую. Давай, кто там? Вот я, по-моему, регистрировалась. У меня вот так выходит. Хазаримин, а наматай. Таннелу надо, да? Да. Если вы регистрировались, не Янук отношился на Тугуль, а Таннелу наш ларгайкарага. Шунан, нематебя, даргарага. А вот, Зульфия. Система лакаларга включи. Так, сейчас. Вот этот. Вот это, да? Да, вот, его включи. Всегда будешь в системе, когда будешь заходить. Не надо каждый раз, Дмитрика. Долго крутится. Медленно работает. Ну, что сделаешь? Вот. У тебя, а, страница у тебя синенькая, Фахреддинова, Зульфия. Откройка. Ай-яй-яй. Потому что Альцарагаин сразу шаблончик ставит дату открытия страницы. У нас так принято встречать. Вот, Дурткен уже, как зарегистрировано, Фахреддинова, Зульфия. А вот ты нажимаешь или Удгертырге, вот тут, наверху, где катнашусы битты, фекирала шоу, ука, Удгертырге, Вики-тексты Удгертырге. Вики-тексты Удгертырге. Удгертырга надо нажать, да? Вики-тексты Удгертырга. Ушунда ма? Ушунда ба? Ушунда. Ага. Ты гу шаблонды кусировал дыма, ёкма? Скопировала? Як? Нет, не копировала. Нажимайте плюсик, правильно нажимайте. Дубль сделай, дубль, дубль сделай. Нэйлен, открой опять-таки, не мяне. Ну, мета вики набери давай. Мета, мета, наберите мета. Найти в интернете тиганеринда. Мета. Вики. Вау. Мета википедия. Ёх-ёх. А где у нас мета вики? Полистайка вверх, вверх, вверх. Что-то другое. Давай, подними здесь википедия. Вот, вот, четвертая главная страница. Главная мета, главная страница мета. Адракина, кутирали, кутирали. Вот самый верх. Нет, нет, первая, вторая, третья, четвертая, четвертая будет. В поисковике. Верху вниз, четвертая. Главная страница. Да, 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 да. Вот это, вот это. Вот это главная страница. Нажимайте, нажимайте. Нажимайте, нажимайте сейчас. Отлично, все работает. Хавер, у вас... На английском, вот с правой стороны поисковик наверху, наверху, в правом верхнем... На самый верх, да. Верхний, верхний угол. Не опускай, не опускай. Верни обратно. В общем, да. Верни обратно наверх. Вот, 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 я поисковик. Вот этот правый верхний угол. Ну, что написать? Онлайн напиши на русском языке. Он, кире, лайн. Нет, не надо, вместе. Онлайн. Вместе, 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 все вместе, да, я ошибся. Вот, вот, вот открывается. А вот и устама. Виснет, надо было на другой ноутбук сейчас... Вот, открою расписание. Расписание, да? Да. Расписание. Листай расписание. Найди сегодняшнюю дату в расписании. Дальше, 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 дальше. Таранадрек, Танатыч. Так, а вот первое число. Вот это, краткий. Вот это? Ниже, ниже, ниже. Ниже, ниже, ниже. Ниже, ниже, ниже. Вот уже все видно уже. Вот с правой стороны, первое занятие, да, первое занятие, вон, фигурными скобками написано. Онлайн, вики, мяк, таптэн, брансет, тюрком, тэнг, лау, сэгэ. Вот вместе с этими фигурными скобками надо скопировать. Вот, вот, вот. Да, да, да. Туда выделите и скопировать, да. Прямо, прямо со... Вот, правильно, копировать. А теперь иди, иди обратно на ту вкладку. Обратно к себе. К себе, да. Да, 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 все правильно, да. И вот сюда вставляем ниже. Узгартуга мы. Нет, вот сейчас... Все правильно, все хорошо. Вот после этой строчки, где коллапстаж юзербукс, следующую строчку создать. Вставляйте вот сюда, да. Скопируй туда. Отлично, сохраняем теперь. Сохраняем, да, 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 да. Язербкуверга сохранять была башкирца. А, ошу была. Башкирца, бремя, расшла, интимана. Русско-башкирская википедия уже. Ну, учиться надо было на башкирском языке. Отлично, все получилось, главное. Вот, вы видите, шабло появился с правой стороны под стажем. Ошунда. Ошунда. А, Ирина, вот это, да? А? Вот это вот появилось, да? А, я, я, я. А теперь вернись-ка на вкладку, на мета. Вот это на вашу? Да, 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 на онлайн. Вот это? Да, да, да. Ага. И что там надо найти? Подними вверх. Самый вверх. Самый. движок-то, движок наверх подними. Еще, 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 еще. Нет, наоборот, опускай. До конца наверх упри. Наверх, да? А, вон он, да. А, движок-то наверх упри, вот, вот. Видишь, куда мы? Фахардинова Зульфия Тиганны красным здесь. А, вот, увидела. Да, опять-таки, вот, если вот на мета вот эту страничку заполнить, ай, ведь, информацию о себе, Менахадармин покажу. И эта страничка, информация из этой странички будет показываться во всех вики-проектах в мире, которые есть. То есть, не надо... А, этого нас потом научите, да? Да, 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 да. Вот, давай, все, ты можешь закончить, я вот сейчас просто покажу. Ага, так, сейчас. Это, останавливаю демонстрацию. А, нет, Менахадармин записал, Аман. Записала же? Да, это просто назад там нажали. Конечно, записалась. Записалась. Вот я покажу свои странички сейчас. Размот. Так, вот у меня на мета, на мете, да, вот моя страничка. Вот так заполнена моя страничка. И если мы, я перехожу на совершенно какой-то другой проект, Википедия на языке, там, не знаю, Малай-Алам, допустим, да, на малайском, на любой проект. Так, ну, давайте в итальянском захожу. Моя страничка персональная в итальянской Википедии, она уже синенькая. Если я его щелкаю, открываю, она передает всю информацию вот отсюда. И нет необходимости заполнять на каждом языковом разделе свою страничку. Но при этом, при этом, у меня в башкирской Википедии все-таки заполнено по-своему, по-местному, не из мета. Я уже показывал, да? И очень важный элемент, я хочу в настройках показать. Вот, Кайлевдерем, Кайлевдерем, покажите вот здесь разделе Тель Хайлау. Вот, выберите вот здесь, вот в этом месте, чтобы вам, вот, башкирский, да? И тогда везде будет показывать на башкирском. Куда бы ни заходили, хоть в итальянский, хоть на мета, хоть на китайский, интерфейс сайта будет показываться на башкирском. Шалды? Ана шалды мэ? Угу. Вот, ну, дальше будем, дальше будем, дальше изучать. Так, Рамиля Султанова зашла, да? Хоть поздно. Так, сегодня я... Сегодня я запишу... Запишу... На YouTube записи ввела сейчас, как закончится трансляция, то есть работа. В принципе, запись я остановлю-ка давай. Субтитры сделал DimaTorzok